Коммерческие объекты, нарушающие карантинные предписания, закроют или оштрафуют на 300 тысяч рублей. Накануне в ходе ночного рейда выявлено три заведения, досуга руководителя которых реигнорировали ограничительные требования. В рестораны, бары и караоке-клубы с проверкой направили сотрудников администрации Махачкалы совместно с представителями органов правопорядка. Почти все администраторы данных заведений при виде сотрудников мэрии и полиции экстренно закрывали входы в здание. Почти при каждом рейдовых мероприятиях приходится сталкиваться с такими ситуациями, где нас не запускают вовнутрь, где приходится привлекать участковых. Для нас самое главное, чтобы эти мероприятия проходили бесконфликтно, поэтому мы привлекаем сотрудников полиции и стараемся всегда, как бы люди идут нам на встречу, нас понимают и закрывают свои заведения. В данном случае ночной клуб ловило. Приехали сюда, здесь клуб работал, функционировал. В соответствии с кодексом административных правонарушений применит по статье 20.6.1 меры административного взыскания от 100 тысяч до 300 тысяч рублей в отношении юридических лиц. Также есть право у Роспотребнадзора к таким объектам, которые нарушают режим ограничения. Тоже по соответствии со статьей 6.3 принимают меры, кроме как наказания в материальном плане, так и 5 дней и до 90 дней закрыт объект. Напомню, согласно решению Оперштаба, работа досуговых заведений и мест общественного питания разрешена до 23.00, после чего вступают ограничительные меры. Продолжение следует...